продолжаю эпопею вот с этим оверлоком хотел на следующий день это вот я делал в пятницу суббота сегодня воскресенье сегодня время выделил сейчас буду им дониматься до талого как говорится тут на очереди машинка интересная стоит чайкообразная редкая довольно таки а вот пока не доделаю зато не примусь ну все и думаю сейчас я уже все выставил все идеально все как положено петлитель и относительно друг друга и один петлитель относительно нижнего положения иглы второй петлитель обмёточный тоже относительно иглы все выставил вот сейчас соберу ну в принципе регулировка только при снятии лапки и игольной пластины потому как тут ничего не видно заправка вот я хотел здесь один момент с регулятора натяжения ниточка идет в дальний крючок тут их два в дальний крючок через него затем вот в нити притягиватель потом через него в ближний крючок и затем после вот этого ближнего крючка уже пойдет на петлитель вот на обмёточный отсюда изнутри и сюда в кончик все вот на этом я хотел остановиться так вот правильная заправка происходит так если сейчас не будет делать косу плюну и задвину в дальний угол этот оверлок что-то мне уже под надоел ну вот что-то уже появилось это уже не было совсем ничего это уже радует так то так пропусков не стало но обмётка конечно ужасная пока еще смотрим да почему то что попало творит так ножи надо с ножами тут разобраться ножи неправильно стоят так видимо нашел я причину что-то я мучаюсь мучаюсь а тут вот что не закреплено весь вот этот вот механизм игловодителя он видите вот то есть . то нет это вероятно вот здесь ослаб винт ну да что ж такое не могу настроить чего попало тут творит вешено будет что-то делать при таком люфте сейчас буду устранять вообще не закреплено что а а так вот так ну и все люфт исчез ну елки пока пока дойдешь до вот появилась строчка появилась и пропала но это уже радует остаются детали тоже чё попало на что еще плохо 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 так подтянуть игольную еще подтянуть пропуски могут быть из-за натяжения игольной нитки да неужели что-то пошло а всего лишь левый петлитель чуть-чуть не цепляла иголку нитку с иголки нижний петлитель левый с правом все хорошо с этим обмёточным а нижний думаю сейчас нормально будет может быть чуть-чуть верх-низ игловодителя уже во всяко-разно ставил где обмётка так так последнее что я сделал выставил зазор между петлителями уже и не знаю что делать далее единственная пропуск ладно ну чтож почти почти остались штрихи затяжки сейчас отрегулирую все ну вот момент истины все вот я и 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 Ну вот, наконец-то я победил Сей агрегат потрачено В общей сложности я прикинул Где-то часов 9 за 3 подхода То есть рабочий день это однозначно Но вот для 4% Которым интересна вот эта тема Оверлаков Кто желает освоить Ремонт оверлака Настройка, вот самое лучшее Учебное пособие Его крутить всяко-разно Тут главное зазоры Поймать 3 момента Игла, 1 петлитель Игла, 2 петлитель И зазорчик, петлитель, петлитель Все Вот эти 3 нюанса И он будет, ну еще там ножи Но это мелочи Если вот этот Освоить оверлок Вот этот То остальные Будете ремонтировать точно так же Все 4 нитки Там они все одинаково устроены 4 нитки Принцип действия одинаковый Вот как-то так Все на этом Следующее видео Будет Чайка 144А Давно не было ее Довольно-таки редкий экземпляр Клинит Вот у меня стоит Ну А на сегодня все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok